Здесь на Сочинском льду сильнейшие юниорки страны. Именно среди них будущие чемпионки пока у каждой КМС. Но по завершении данных соревнований большинство фигуристок уедут из Олимпийского Сочи мастерами спорта. Кто-то попадет в сборную России, поэтому обстановка здесь напряженная и страсти тоже накаленные. Здесь и сейчас решается судьба юных фигуристок. Фигуристы волнуются, поэтому здесь особо соблюдаются все спортивные приметы. Ксения Юшкова из Вологодской области на удачу перекрестилась и постаралась показать максимум, на что способна. В целом же у девушки большие шансы попасть в финал Кубка России. Вращение, прыжки, обороты спортсменка выполнила на отлично, но без промахов не обошлось. Подвел каскад и волнение. Ксения еще не принимала участия в соревнованиях такого уровня. Я на этих соревнованиях первый раз. Хорошо, но опять же были недочеты. Нужно работать еще. Была на всероссийских, но на всероссийских не было таких людей, как сборная России. А тут есть и у кого поучиться, и на кого посмотреть. Поэтому очень рада, что я оказалась здесь. Здесь, в Олимпийской столице, 150 фигуристов из 35 городов России оказались по инициативе олимпийского чемпиона Алексея Урманова, который вот уже два года работает тренером в центре фигурного катания Сочи. Именно он предложил провести здесь третью этап Кукараси. Эта база нам знакома еще до Олимпиады. Мы здесь проводили перед Олимпиадой пробные первенства, прокаты сборной команды. Проводили здесь чемпионат России. Тут все уникально. Из Краснодарского края появляются спортсмены. Причем, я не скажу, что ох, какие, но если взять срок развития фигурного катания здесь, то для этого срока это довольно-таки неплохой результат. Третий этап Кубка России по фигурному катанию включает в себя соревнования в одиночном и парном катании, танцах на льду. Финалисты попадут на взрослый чемпионат России, а пятеро и вовсе войдут в состав сборной страны. Следующий предпоследний этап состоится в Казани с 7 по 11 ноября.